Добрый день! Известно, что в 2018 году был принят закон, который позволил вывести нелегальную деятельность многих фрилансеров из тени. Что он собой представляет? Расскажите о нем поподробнее. Действительно, 22 ноября 2018 года был принят федеральный закон 422 ФЗ. Это закон, который вводил на территории четырех субъектов Российской Федерации в качестве эксперимента новый специальный налоговый режим – налог на профессиональный доход. Вот как раз с четырех регионов у нас начал свое действие налог на профессиональный доход. Это была Москва, Московская область, Калужская область и Республика Татарстан. Затем список регионов расширялся. Сейчас уже более 50 регионов ввели на свои территории вот такой новый режим для самозанятых граждан – налог на профессиональный доход. Ну и вот с 1 июля Рязанская область также в числе тех, кто присоединился к этому налоговому пилотному эксперименту. Почему я еще хочу подчеркнуть, что это все-таки эксперимент? Во-первых, потому что сам налог у нас вводится не налоговым кодексом. Вот все параметры этого специального режима для самозанятых граждан, они введены как раз федеральным законом. В налоговом кодексе пока такой статьи нет – налог на профессиональный доход. Ну и опять же здесь, что интересно, в течение 10 лет от момента выхода этого закона, до 31 декабря 2028 года, никакие параметры данного режима меняться не будут. Не будут меняться ставки, не будет меняться максимальная сумма доходов, при которой можно использовать данный спецрежим. Это, кстати, 2 миллиона 400 тысяч рублей в год у нас. То есть это некий стабильный такой эксперимент, который позволяет посмотреть, насколько хорошо сейчас будет на территории Российской Федерации внедряться новый режим для самозанятых граждан. Как разрабатывался этот пилотный проект? Пилотный проект и был призван вывести из тени самозанятых граждан, дать им возможность легально осуществлять деятельность, но при этом в привычных для них условиях с максимальным комфортом возможность уплачивать низкие ставки налога. Вот основная была задача. Но вот еще, что здесь интересно, впервые налоговая служба пошла по нетрадиционному пути. Ну, как у нас вводится и вводились новые налоговые режимы или налоги. То есть разрабатывается налог, соответственно, предъявляются определенные требования к налогоплательщику, принимается законодательно, все. Вот, собственно, налог уплачиваете. Вот здесь была совершенно другая картина. Перед тем, как спроектировать данный режим для самозанятых граждан, Федеральная налоговая служба проводила масштабное исследование. Был проведен опрос порядка 9 тысяч фрилансеров, которые, в общем-то, были зафиксированы на определенных интернет-площадках. Ну, то есть сейчас вот эти интернет-услуги, да, они очень распространены. И что показал вот этот опрос? Он показал, что, в принципе, люди-то не против платить налоги. Да, они не против выйти из тени. Но при этом они опасаются ряда факторов. Что это за факторы были? Ну, во-первых, все бюрократические нюансы связаны с регистрацией. Да, то есть для обычного человека эта процедура кажется несколько сложной. Регистрация в качестве индивидуального предпринимателя. Второй момент – это ведение некоего налогового учета, сдача отчетности, подготовка этой отчетности. Да, то есть, опять же, это расходы на какого-то бухгалтера, либо собственные познания должны быть. Да, то есть, ну, тоже определенные риски, определенные моменты. И еще один вот такой критический момент, который был назван при исследовании фрилансерами, это то, что, а вдруг у меня не будет доходов, но при этом у меня все равно есть какие-то обязательные платежи. То есть вот это, наверное, волновало больше всех таких самозанятых граждан. И как раз с учетом всех этих особенностей и был разработан налог на профессиональный доход. То есть служба постаралась учесть все пожелания. То есть вот сейчас мы когда будем говорить, мы с вами поймем, что действительно вот все, о чем говорили в негативе, те потенциальные платежки нашего спецрежима, собственно, оно все было реализовано. Ну и итог, собственно, он-то, наверное, говорит сам за себя, потому что действительно этот режим прижился, и то количество регионов, которые сейчас его применяют, уже говорит само за себя. Опять же, цифры. Две трети тех граждан, которые зарегистрировались в качестве платежиков НПД, они до этого вообще никогда не платили никакие налоги. То есть мы говорим о том, что действительно произошло определенное обеление рынка услуг. Рязанская область теперь в пилотном проекте. Что ожидает самозанятых граждан? Возможность получить официальный легальный статус субъекта деятельности предпринимательской, но при этом использовать специальный налоговый режим с очень низкой налоговой нагрузкой. Вот основной плюс, который получили теперь и рязанцы. Ну, я хочу сказать, что до этого момента те рязанские налогоплательщики, которые оказывали услуги непосредственно на территории регионов, участвующих в проекте, они также могли уже быть зарегистрированы как платежики НПД. Но сейчас уже любой рязанский налогоплательщик по месту осуществления деятельности здесь, на территории нашего региона, может встать на учет добровольно перейти на этот режим с низкой налоговой нагрузкой. Единственное, что здесь, наверное, нам надо отметить, это какие услуги мы не можем относить к базе по налогу на профессиональный доход. Ну, во-первых, ни в коем случае сюда не могут войти перепродажи имущественных прав и товаров. То есть только товары собственного производства могут продаваться. Сюда не входит продажа и вообще работа по подакцизным товарам, маркированным товарам. Это не могут быть работы, связанные с добычей и продажей полезных ископаемых. Это не могут быть посреднические услуги. Кого можно отнести к потенциальным плательщикам налога на профессиональный доход? Ну и получается тогда, вот как раз мы с вами здесь исходим от противного. То есть если нет ограничений по переходу на НПД, это те ограничения, о которых я сказала, то, конечно, это огромный пласт тех фрилансеров, которые реально сейчас работают. Фотографы, репетиторы, организаторы свадеб. Это различные тамада, ведущие и так далее. Это программисты, которые всегда работают удаленно, в общем-то не нуждаются ни в каком офисе, ни в каком работодателе. Сделали программу, сдали, получили за свои услуги работу, денежные вознаграждения. Это кондитеры, это изготовители букетов, вот это оформление, свадебные различные шарики и так далее. То есть сейчас же это целая процедура, это действительно услуги, это те услуги, которые оплачиваются, это действительно работа. То есть вот весь этот пласт самозанятых граждан, это те плательщики, которых мы ждем и которые должны понять выгоду от этого спецрежима и добровольно могут совершенно спокойно уже перейти на налог на профессиональный доход. Давайте поговорим об основных параметрах этого нового налогового режима. И как я понимаю, им могут воспользоваться индивидуальные предприниматели тоже. Вот немаловажный момент, Олесь, все правильно вы подчеркнули, об этом сегодня мы говорим. Это впервые режим, который могут использовать как уже действующие индивидуальные предприниматели, то есть те, которые зарегистрированы, имеют статус ИП. И обычное физическое лицо, которое не имеет никакого статуса индивидуального предпринимателя. Они на равных условиях могут перейти на этот специальный налоговый режим. Единственное, что да, это местом осуществления деятельности должен быть регион либо Рязанская область, либо любой другой регион, где уже также введен налог на профессиональный доход. Самое главное преимущество, с которого я начну, это низкие дифференцированные ставки. Сегодня много я об этом говорю. Что же это за ставки? 4% при оказании услуг различного рода физическим лицам и 6% при оказании услуг юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Действительно, вот таких низких ставок у нас не было для самозанятых граждан, для обычных граждан, для малого бизнеса. Что касается других преимуществ, эти доходы уже не облагаются в рамках НДФЛ. А НДФЛ, как у нас известно, налог на доходы физических лиц, минимальная ставка, да, основная минимальная ставка, это 13%. То есть выгода как бы очевидна, да. Еще один момент. Не нужно сдавать никакой отчетности. Как я уже сказала, полностью переход в бесконтактный режим у нас. Через мобильное приложение «Мой налог», которое доступно в разных форматах, будем об этом говорить, есть возможность в режиме 24 на 7, как сейчас говорят, да, вести свою деятельность и взаимодействие с налоговой службой. При этом нет необходимости заводить контрольно-кассовую технику, а расходы тоже все-таки достаточно существенные, потому что, да, мы говорим о том, что есть контрольно-кассовая техника недорогая, но, тем не менее, это расходы, да. Вот здесь очень все просто. В качестве контрольно-кассовой техники выступает мобильное приложение «Мой налог». Оно бесплатно скачивается на любой смартфон, планшет. Есть возможность доступной версии на компьютере, да, если, то есть, веб-версия такая. Собственно, и основная задача самозанятого гражданина, который оказывает услуги, провести этот расчет через мобильное приложение. То есть, на главной странице приложения есть специальная кнопка, да, нажав которую, заполняется уже вот по каждой операции. То есть, какая услуга оказана, сколько она стоила, кому она оказана, ну, физическое лицо или, например, индивидуальный предприниматель, от этого ставка будет зависеть. Собственно говоря, все, никакая контрольно-кассовая техника не нужна. Это мобильное приложение само формирует чек, точно такой же чек, ну, вот по аналогии с контрольно-кассовым аппаратом. Да, сейчас вот мы многие получаем в электронном виде. Можно в виде смс-сообщения отправить этот чек, можно через любой менеджер какой-то, да, отправить. Можно распечатать. Как регистрироваться? Как регистрироваться, как я понимаю, тоже можно дистанционно и никуда ходить не нужно. Совершенно верно. Да, здесь как раз впервые, наверное, можно избежать посещения налоговой инспекции. Есть возможность скачать приложение. Есть возможность, как я уже сказала, в приложении получить доступ через сайт налог.ру. Это так называемый веб-кабинет, да, в разделе налог на профессиональный доход. И основная задача – это провести регистрацию, то есть получить доступ в свой личный кабинет плательщика налога на профессиональный доход. Первый вариант, самый простой. Берется паспорт, главная страница, да, и лицо, собственно, плательщика, будущего плательщика МПД. Делается селфи, ну, хорошего качества фотографии, да, собственно, и фотографируется главная страница паспорта, основная, да, основной разворот. Вот. Это все делается с помощью вот этого мобильного приложения. После этого система проверяет достаточно быстро по базе, как МВД, так и нашей базе, действительно ли паспорт, все ли данные, да, там правильно указаны, проверка такая вот идет. И буквально в течение двух-трех минут приходит смс-сообщение, что вы зарегистрированы как плательщик налога на профессиональный доход. Точно так же пройти регистрацию можно с помощью учетной записи личного кабинета для физических лиц. Ну, об этом мы уже тоже все время говорим. У нас, в общем-то, достаточно большое количество рязанцев. Вот сейчас там по статистике это больше 200 тысяч рязанцев у нас уже имеют учетную запись как раз вот как пользователь личного кабинета физического лица. С помощью этих контактных данных, либо с помощью портала госуслуг, учетной записи портала госуслуг. Как рассчитать сумму налога? Может ли это сделать простой человек, не имеющий бухгалтерского образования? Впервые человек, который является, скажем так, участником взаимодействия с налоговой службой, совершенно не должен ничего рассчитывать, да. Основная задача самозанятого, который у нас является плательщиком НПД, провести все расчеты через мобильное приложение. То есть затратить какое-то минимальное время, все доходы плюсуются, дальше идет автоматический подсчет уже непосредственно по какой ставке, 4% или 6%, сумма налога к уплате формируется не позднее 12-го числа следующего месяца. У нас, напомню, что отчетный период это месяц, то есть ежемесячная уплата идет. Затем уже налогоплательщик получает квитанцию, да, собственно, где он видит, какая сумма налога к уплате, реквизиты, тут же из мобильного приложения может оплатить, ну, может по реквизитам там и через банки, если кому-то там неудобно, да. Собственно говоря, все, до 25-го числа основная задача человека, да, который у нас является, вот как раз пользователем НПД, заплатить налог. Все, и больше ничего, никакой отчетности, никаких, знаете, там, этих подсчетов с калькулятором и так далее, и так далее, да, то есть вот основная задача. И плюс еще здесь хотелось бы при расчете сказать, что есть очень хорошие два бонуса. Первый бонус – это при регистрации всем плательщикам НПД начисляется вычет в 10 тысяч рублей. Он автоматически постепенно списывается, уменьшая сумму налога к уплате, ну, пока, собственно, весь вычет этот не выйдет, да, то есть вот человек как бы он только вошел в деятельность, да, то есть, ну, вот ему такое послабление. И второй вычет в размере МРОД, это уже связано вот сейчас с распространением коронавирусной инфекции у нас, значит, 12 130 начисляется также автоматически в беззаявительном порядке для тех, кто регистрируется в 2020 году. Ну, вот те резонансы, которые сейчас вот зарегистрировались у нас, точно так же у них как бы в некоем кошельке виртуальном, да, уже есть вот эта сумма. Она точно так же автоматически расходуется на уплату налога на профессиональный доход. Ну, согласитесь, тоже приятные бонусы такие вот для тех, кто только начинает вот вести свою легальную официальную деятельность. Что делать, например, если индивидуальный предприниматель использует другой налоговый режим? Да, такая ситуация возможна. И действительно, если человек уже зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, нет никакой необходимости этот статус закрывать, потому что никак на ставки налога это не повлияет, да, то есть вне зависимости от того, вы просто физическое лицо, да, или вы индивидуальный предприниматель. Но при этом, если вы применяете другой режим, это может быть упрощенная система, это может быть и НВД, пока еще до 1 января вот у нас действует этот режим, это может быть там единый сельхозналог, да, вы должны в обязательном порядке в течение месяца уведомить налоговую инспекцию о том, что вы закрываетесь и уходите с этого спецрежима. Вот это обязательное условие. Налог на профессиональный доход ни с каким режимом налогообложения не совмещается у нас. То есть только вот этот режим, он уже, соответственно, идет расчет вот по нему. Ну и как только вы становитесь платежиком НПД, да, то есть просто не забывайте направить заявление в течение 30 дней в налоговую инспекцию, что вы снимаетесь как платежик УСМ или как платежик ИНВД, соответственно, с учета. Интересно узнать, каковы ставки и где можно посмотреть все интересующую их информацию. Специальный раздел на сайте налог.ру «Налог на профессиональный доход». И здесь же в этом разделе есть возможность в том числе и зарегистрироваться, то есть получить доступ к приложению «Мой налог» через веб-сайт. То есть там тоже есть вход, как мы уже говорили, с помощью там либо учетной записи личного кабинета, либо портала госуслуг, ну, либо вот обычным способом зарегистрироваться. Вот, то есть это отдельная подборка, там вопросы-ответы, там вся нормативная база, да, там очень интересные презентации есть. То есть все рассчитано на абсолютно простых граждан, которые, как еще раз, да, мы хотим вот это и подчеркнуть сегодня, не владеют никакими специальными знаниями налогового кодекса в двух томах и так далее, и так далее, да. То есть это те люди, которые работают, получают доход от своей личной профессиональной деятельности и, соответственно, готовы легализовать свою работу. Спасибо. И на сегодня это все. Всего хорошего. До скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова